Ой, дорогие, доброе утро! Доброе утро! Ой, доброе утро! Прям потягушечки-потягушечки я хоть из душа уже вышла. Проснулась, так сладко спала, так хорошо спала. Вообще прям так вот ах, ах. Пошла в душ, сходила. И сейчас буду начинать новый день, новую жизнь. А для начала мы откроем окно в новую жизнь. Не вытаралась даже. Зубки почистила. Как хорошо. Собиралась же я кровь ехать сдавать сегодня. И представляете, я себя просто поберегла в том плане, что я поздно легла спать. Так нельзя. Я легла спать где-то в районе 4 часов, а кровь нужно ехать уже в 9 часов. Короче, в 9 часов утра нужно сдавать. Это очень мало поспать 5 часов перед кроводачей. Завтра поеду. Завтра поеду. Буду сдавать кровь завтра. Что там у нас с погодой? Что там с погодой? Ну-ка глянем. Холодно. Холодно. Ой, холодно. Какие-то работы ведутся. Мужчины в форме идут. Ну, такие в жилетках, в оранжевом. Снега по-прежнему нет. Вот такая вот у нас зима. Подтверждение моих слов, что холодно. Вот сразу же начали запотевать окна, когда я вышла из теплого помещения. Ну, чувствую себя хорошо. Ну, вот если бы я поехала кровь сдавать, просто не как бы сказать, я бы сдала ее, все в порядке, но свое самочувствие пришлось бы дольше восстанавливать. Поэтому я приняла волевое решение и поеду кровь сдавать завтра. Потому что еще неохота кататься просто так. Просто в той стороне завтра у меня еще будут дела. У меня еще будут дела. И я уж за одним все дела решу. Вот так вот. Приготовила подарок у Вовы скоро день рождения. Приготовила подарок у Вовы, у сына Эльвины день рождения. Заказала Вове машинки в интернете. Сейчас вам расскажу поподробнее про них. Сейчас пойду халат надену и расскажу про машинки поподробнее. Они вот такие крутые. С этого сайта уже машинки я получала для своего племянника. Сейчас заказала Вовке. Сына у Эльвины. У него в субботу день рождения двадцать восьмого. Так, мои хорошие. Достаю машинки. Буду сама рассматривать, сама хвастаться. Перед вами хвастаться. Оставлю вам ссылки. Гоночная тачка. Вове исполняется шесть лет. А это мусоровоз. Мусоровоз. Вы представляете? Защита окружающей среды. в субботу подарю. Нет, в субботу я не поеду. В субботу будут детские праздники. Я поеду четвертого декабря. Поеду к Эльвине на день рождения и подарю сразу же вот эти вот игрушки. Так, про эти игрушки я вам хочу сказать о том, что благодаря механизму двойного реверса машинка откатится назад, натолкнувшись на препятствие. Прикиньте, я не буду, раз это подарочный вариант, на день рождения я не буду их доставать. Компактный размер гонки можно проводить где угодно. Машинка с краш-эффектом станет лучшей игрушкой в коллекции вашего ребенка. Яркий, реалистичный мусоровоз с подвижными деталями увлечет вашего малыша в удивительный мир городских спецслужб. Прикиньте, у них как раз проблемы с вывозом мусора, потому что они живут удаленно от города, они живут в частном секторе. Вот, я Вовке подарила мусоровоз, чтобы он с мамой выносил мусор. Прикиньте, как это все реалистично. Удивительный мир городских спецслужб. Игрушка обладает фрикционным механизмом передвижения, благодаря которому машина самостоятельно ездит по ровной поверхности. Шасси машины включают в себя три пары резиновых колес, три пары резиновых колес с рельефным протектором. Машина обладает краш-эффектом, благодаря которому она подпрыгнет, откатится при столкновении. Игрушка позволит ребенку фантазировать, развивать моторику рук дома и на улице. Ссылки я вам оставлю до Вовки дарю. Мусоровоз. Мусоровоз. Прикиньте. Очень реалистично. Такие резиновые колеса. Вот это вот. Тоже резиновая такая тачка. Классная. Классная, правда, классная тачка. Кстати, кстати, ну-ка, мне нужно, наверное, давай-ка я лучше по-другому сделаю, чтобы Вова получил подарок в день рождения. Я лучше напишу Эльвине голосовое. Эльвиша, моя дорогая, привет, доброе утро. Слушай, а ты в Сенарке сегодня будешь? Я просто Вове приготовила подарок. Мне нужно, чтобы ты приехала и забрала его и отдала ему в день рождения, чтобы ребенок не ждал до твоего дня рождения, пока я приеду и ему подарю подарок. Давай ты забери машинки. Это машинки, короче, да. И приедь, забери машинки и подаришь ему в день рождения. Скажи, что от меня. Эльвишки. Варю кофе. Варю кофе. В сети. А что не читай? В сети, моя Эльвиша. Давай, прослушивай сообщение. Где ты вообще есть в этом мире? Как дела? Ты выспалась, кстати? Так, по поводу своих кремов. Вот вы меня просили показать крема, с которыми я пользуюсь. Ну, это, короче, жесть. Смотрите, у меня есть крем почти закончившийся Green Mama. Это дневной. Green Mama ночной. У меня есть крем и в Роше. Тоже наполовину закончившийся. У меня есть крем, здесь много, крем корейский. Крем корейский. И у меня есть крем из Америки. Короче, мне нужно все закончить. Мне нужно как-то все закончить поэтапно, а потом пользоваться уже другими кремами. Я одновременно пользуюсь всем, девочки, одновременно пользуюсь всем вообще. Я всегда разрезаю. Да, я экономна. Экономна, поэтому у меня все и есть. я всегда разрезаю тюбик и у зубной пасты, и у крема. Я никогда ничего не бросаю. Девочки, я экономист. Я экономист. Вон, сейчас будет кофе. Не прослушала. Прослушала. На работе, наверное. Наверное, на работе. Может быть, даже реснички делает. Может быть, даже. Все. Видите, как замечательно. Дневной крем закончился. Хох. Как хорошо. Как хорошо. Как хорошо высыпаться. И как плохо, сейчас скажу, разбивать ритм. Ну, опять же, меня радует то, что я хоть и легла вчера, поздно. Встала-то я все равно в девять часов. Я встала в девять в начале десятого. Да, в девять в начале десятого. Сегодня никуда не планирую идти. Планирую дойти до почты. Может быть, что-то вкусное для себя приготовить, чтобы себя побаловать. нужно разобрать вещи на кресле. Забуду открывать пакеты, чтобы это все дома не хранить. Рекламная акция. Прокладки, прокладки, прокладки. Так, здесь ежедневные прокладки, здесь вот такие прокладки. Просто не в таких же пакетах я буду хранить. Так, что такое? Твой гид по взрослению и уверенности. Когда у девушек начинаются месячные, здесь все объясняют вопросы. Видите, как хорошо быть близкими людьми к источнику рекламы? Видите? свои плюсы в этом есть. У меня подруга читала лекции в школе у девочек седьмых-восьмых классов, как раз вот такого периода, когда наступают месячные и в качестве презента дарила прокладки. Акция закончилась, а прокладки не истрачены. девочкам дарились все, кстати. Всем, всем девочкам дарились. Никто без подарков не ушел. Просто их было выделено гораздо больше. и все. Прокладки мне. Ведь я женщина. Тут другой момент, что я редко пользуюсь прокладками. Пускай будет. Я просто положу в контейнер под ванну, чтобы они вот так вот лежали и ждали своего часа. Потому что не такие же пакеты я буду класть даром, и все снято. Это еще одна фирма, что ли, дискрет и он здесь. Две прокладки такие, две прокладки такие. И здесь две эти ежедневки. Сейчас кофе сварится, буду кофе пить. Так, мне нужно пойти на почту. Мне нужно пойти на почту. У меня там посылка на почту. Так, вот, если принесу контейнер. Не контейнер, а может быть контейнер называется. Вот куда я планирую это все поставить. Положить вернее. Такой вот контейнер под ванну. Так, у меня из Иванова 10 килограмм 200 грамм. Посылка нестандартная, негабаритная. Как негабаритная? 10 килограмм негабаритная? Так, мне нужно сегодня пойти на почту. Мне нужно кофе почти сварен. Не нужно пойти на почту. Мне нужно приготовить что-то для себя. Так, нужно сполоснуть. Нужно сполоснуть. Под ванной достала, стояла под ванной. Так, раз попью с вами кофе, заправлю кровать, сполосну, ой, что сполосну, попью кофе. Так, что, Ильишка, может, ответила? Надо, Вова получил подарки. Так, 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 все короче, не приехали родственники. У, короче, Олега брат здесь. О, кофе закипает. посмотрите, не убежал на этот раз. Какая прелесть, какая прелесть, какая пенка. Ох, вот этот вот завораживающий вид горячего кофе. Что-то написала Эльвинка, что-то настроение у меня не очень. Так, ну-ка, почитаем. На стране не очень не хочу работать. Ну-ка, подожди, голосовое. Сейчас секундочку прослушаю. Блин, Эльвинка, смотрите. Привет, дорогая. Да, потом сама подаришь. Потому что, если я ему буду дарить, он это все уломит ему ушей. И в итоге он забудет. То есть, ты ему подаришь, он запомнит. Так что, подождет, ничего. Могут ему подарков. Билан, так себе. Сейчас напишу. О, Эльвин, я прочитала, я вообще в афере просто. Что, люди серьезно в 21 веке такой хуйней занимаются? Ой, моя дорогая, держись, держись. Держись, моя хорошая. Так, надо идти работать. А ты чего это, как сказать, по поводу работать-то, работать? У тебя сегодня реснички или так, или твои магазины? Если что, заезжай ко мне на кофе. Я весь день никуда не пойду. Максимум, до почты, до магазина готовить, собираюсь что-то. Приезжай ко мне на обед. Кстати, кстати, кстати. Пока кофе остывает, ой, какой аромат. Какой аромат. Какой аромат. Вовочки, подарочек, подарочек. Это представляете, Эльвина подарила Вову себе на день рождения. Так клево, да? Родители, детенка себе. У Эльвинки 19 сентября, это у меня. Совсем я уже пупу. У Эльвинки 4 декабря, а у Вовы, у ее сына 28 ноября. Как раз Эльвину уже выписали из роддома и через два дня мне было дни рождения. Мы вчера разговаривали, когда ездили в Екатеринбург, вспоминали, как Вову выписывали из роддома и как мы хохотали. Сейчас уже Вовке 6 лет. 6 лет маленькому пупсику. Мне нужно, знаете, что? Мне нужно, во-первых, подарок, пакет приготовить какой-то, чтобы машинки. Так, у меня вот есть такой пупот, праздничный, ну, это новогодний, чё к чему, да, исполнение желаний. Во-первых, машинка туда не войдет. Так, это маленький. Так, это транспортной компанией. Господи, эти пакеты-то что у меня делают? Ну, сумасшедшие. Это я работала на АЦЭМе, это у меня Алексей, руководитель транспортной, владелец транспортной компании П. П. Варницин, ездил в Китай, привозил мне оттуда какой-то презент. А транспортная компания, тоже вечно на Новый год дарила. Пакетов раньше было столько. Так, ну, все, мне выбирать не из чего приходится. Это тоже, это маленький пакет, да, это маленький. Это для какого-то другого подарка. Еще вот такой вот есть. Ну, так, какого-годин тоже. Так, водочки, мне нужно выбрать, мне нужно выбрать его и упаковать подарочек. Так, а, листовки она сегодня будет раздавать, но не сама раздавать, а организовывать работу, чтобы ребята раздали. Так, это не подходит. Ну, это естественно не подходит. Так, ну, наверное, вот это единственный пакет, который... Вот. Мусоровоз. Мусоровоз Вовчику за защиту, окружающей среды. Вы представляете, какие вы будете правильные мысли формировать у ребенка? Что нельзя мусорить, что нужно все бросать в урны. Машинки. Так, мусоровоз. О, идеально. Идеально просто. Так, и вот эту вот тачку гоночную. Фрикционный механизм четыре ведущих колеса, двойной реверс. Представляете, вот если столкнется сзади с чем-то, но это крутые машинки. Это очень качественные изделия. Они мне уже неоднократно присылали. И сейчас уже, знаете, как сказать, и сейчас уже даже выбрала... А где заказывать еще? Нужно заказывать у проверенных людей. Поэтому, знаете, уже ничего удивительного, что сначала это были твои, как сказать, компаньоны, когда ты брала у них машинки на обзор, например, а сейчас уже и заказываешь на дне рождения. Так, прокладки. Видите, как прокладок много? Просто не очень, как бы мне, для меня вот не особо функционально, потому что я с ними особо-то не хожу. У меня еще свои прокладки есть не потраченные. Ну ладно. Такие модные на всякой хуйне сидят. Подсели они, короче, на таблы, лирику жрут, энергетиком запивают, иногда экстази. Короче, не пьют они алкоголь. Вчера весь вечер слушал, как это охуительно. Ебаные наркоманы. Ебаные наркоманы. Кругом, блядь, одни наркоманы. Кругом какие-то. Знаете, я вот еще больше убеждаюсь о том, что люди, которые не пьют алкоголь, что у них что-то, вот знаете, что у них какие-то проблемы скинули. Вот реально. Ну не может быть иначе. Не может быть. Не может человек, который всегда пил, а сейчас резко презирает тех, кто не пьет. Ну не может быть такого. Кофе пока все равно горячий. Пойду на почту. Простынку уже сбила. Кстати, надо постельно белье снять и застелить белое. Вообще не верю людям, которые не пьют. Не верю. Не верю. Типа такие все люди такие, типа все на спорте, такие все худеющие, такие все на правильном образ жизни для всех, а сами накуриваются какую-то соль, какую-то соль кует, даже не знаю. Наркоманов столько. Это капец, что уже считаешь себя святым человеком, когда ты вечером выпиваешь бокал вина. просто себя считаешь каким-то счастливым святым человеком. Ужас. Ну вот еще мне об одних знакомых рассказали, что они нарки. А причем они не из нашего города, они откуда-то с севера. Так, пойду отнесу, пойду отнесу ванну, пойду отнесу к порогу. В гардеробную поставлю. А что, можно в принципе и вместе пойти? Да? Ну видите, упаковки, упаковки. Открыла прокладки, все бросила, сейчас буду собирать. Дел непочатый край, если честно. Так. 4 декабря я дуковиня на дне рождения. Ну вот Ильвишка правильно говорит о том, что если я подарю ему то ни хера не запомнит. А вот если ты подаришь, то это, то нормик будет. Ну как-то в этом корыте кое-что лежало. Вот это вот лежало. Длино, пяточка. О, блядь, пятновый водитель. Как хорошо, что я его нашла. Это не Индра первая высовала. Ну-ка, пятновый водитель сюда. Кусок мылохозяйственного. Это мне вообще откуда взялось? Да, там что мыло где-то, мылохозяйственное у меня еще есть, так сказать, обеливающий белый кусок. когда я крашу голову хной. Я вышла из душа. Кстати, бикерное мыло надо пользоваться. Хорошо, что залезла, хорошо, что увидела. Просто великолепно. Буду пить кофе. Сейчас спланирую свой день. Так, спланирую свой день. Думаю, что такое тяжелое. Думаю, не достало, что ли, что-то. Эти брошюры здесь. Так, сейчас один пойду на почту. Так, пойду на почту. Вадику сегодня не нужно, завтра у меня дела. сейчас сразу мусор. Так. Ну, посмотрите, да, мусорка. Банк, разве такая мусорка должна быть? Банка от горошка и банка от, как сказать, сметанки, что ли? Лучше бы бутылки брякали. Кстати, вы что-то меня обвиняете в алкоголизме, вообще думать, что ли? я даже все еще я не выпила ту бутылку вина, которую я покупала, которая белая вино, и красную не выпила. Так, все, завтра еду сдавать кровь. Сейчас покажу вам, дуракам, неверующим фомам. Вот она, бутылка вина, которую я пила, когда готовила. Вот она. Здесь еще на бокал вина. А вы, блин, такие, типа, ин, алкоголичка, там, туда-сюда. Сами вы алкоголички, а? Ну, сами вы алкоголички. Так, не о чем. Фу. Сейчас телек включим. Давайте, почему-нибудь. О, как раз заставка про коронавирус. А, среклама. Реклама Газпрому. Мои дорогие, доброе утро. Все, кофе остыл. Сейчас можно сделать прям глоток крупный, такой большой. В пятницу мне на педикюр. В пятницу на педикюр. Завтра пойду сдавать кровь, потом пойду в налоговую, потом в налоговую. Кровь в налоговую. так. Что еще? Сейчас пойду на почту в магазин и что-нибудь себе приготовлю. Девочки, постоянно одни и те же вопросы. Чикаго у меня, арт-визаж Чикаго. Гешманская тушь очень хорошая. Девочки, очень хорошая. Когда она была новая, это было уже практически, ей практически уже год, она была просто восхитительна. Просто до такой степени мне ее порекомендовали девчонки, которые работают в магазине, в парфюмерном. Порекомендовали как одну из самых хороших, отличных, просто бюджетных туши, которая превосходит по качеству, не уступает, а порой даже превосходит таким, как Пупа, Кристиан Диор и все такое прочее. Так что, девочки, возьмите себе на вооружение. Не устаю. Вы же понимаете, что эта реклама не проплачена, что я просто своим девочкам это рекомендую. Как не тратить лишние деньги в погоне за брендами, за какими-то вот там ненужными, навязанными продуктами. Можно вполне реально найти какие-то хорошие, достойные аналоги. Все, мои дорогие, доброе утро. Доброе утро. Все, накрасила глазки. Так, сколько градусов у нас? Сколько градусов в Каменске-Уральском сегодня по Цельсию? Сегодня в Каменске-Уральском от минус 10 до минус 6 градусов Цельсия. От минус 10 до минус 6 ощущается, как минус 13. О! Минус 13. Так, минус 13. Ой, как вкусно! Утренняя кружка кофе. Как вкусно! Как вкусно! Нужно, ага, крем. Смотри, как грязно крашу глаза. Прямо грязно. Прямо ручки из жопы растут. А что я хочу сказать? Что грязно крашу? Надо идти подтирать. средства для снятия макияжа и ватные палки. Видите, в каком они хранятся? Так, какие-то потушки. У меня, как обычно, балкон приоткрыт, окно приоткрыто. Так, у Вовочки день рождения скоро у моего друга. Президентский выбор США уже прошло. Президентский выбор США. Пойду на до почки, в куртке и в спортивных штанах, потому что, чтобы туда-обратно, чтобы не тратить, как сказать, лишние силы на диване. Тем более, буду тащить посылку 10 килограмм. Ну, как бы я ее брит, еще тут проблем нет. Здесь у меня два дома всего лишь. Вот мне, по сути, нужно выйти из своего, дойти до угла, потом пройти до современника. Это метров, наверное, 50, до дворца культуры современник. А потом еще ровно, небольшое, будем считать это дома, вот это вот промежуток, место, где стоит, будешь, как будто бы там стоит дома. Два дома пройти и почта. Это очень удобно получать по ссылке. Поэтому, мои дорогие, кто отправляет мне по ссылке, новогодние подарки, отправляйте их на почту. Либо курьерскими компаниями. Вот так вот. Сейчас я тоже попутно вынесу мусор. Короче, все хорошо. Что там еще писали мне про брови вчера под видео, что я некрасивая. Ну, почему они красивые, да? Почему-то вы себя считаете красивыми, а я нет. Ну, как вот я некрасивая? Посмотрите, какая охуительная девка. Ну, вы посмотрите. Вы красивее-то видали, нет? Блядь. Я вот смотрю на себя, сука, я вот... Я вот прям сама себя трахнула. Да че хороша? Блядь, да че хороша? Вы понимаете? Ну, реально. Блядь, невероятно хороша. А вы мне там пишите, уродка там, блядь, то-сё. Сами вы уродки, блядь. С хорошими людьми приятно поговорить. Что это, милая? Зубнопаста, блядь, что ли? Я же, как обычно, и зубы, и губы чищу. Так, давайте качокнемся, мои дорогие. Чин-чин. Доброе утро. Всё, мои дорогие. Выхожу из дома. Быстренько надеваю спортивный костюм, в котором вчера ездила. Вот этот вот ваш нелюбимый. Спортивный костюм. Куртку. Так, а где у меня брюки? А как интересно, где у меня брюки? Я думала, они здесь. Быть, нет, представляете? То сейчас нужно доложить пакеты обратно. У меня, слушайте, раньше было столько подарочных пакетов. Опять же, хорошо, что я сюда залезла. Я хоть знаю сейчас, сколько у меня пакетов. А то, допустим, раньше я... Так, вот этот пакет надо, во-первых, достать сюда, им надо пользоваться. Вот этот пакет мне нравится. Ну, поверниться ударил. Я хочу сказать о том, что у меня всегда раньше дома были подарочные пакеты на любой выбор. Вот, например, дарю мне какой-нибудь полугер или рубашку. Достала, и у меня раз, и пакет есть. А вот сейчас у меня уже ничего не осталось. Я все раздарила. Раньше у меня вообще на все случаи пакеты были. Такие красивые, такие разные. Они лежат у меня на кухне за кухонным гарнитуром. Между стеной и кухонным гарнитуром. Так, зайду в магаз, что купить в магазе, в продуктовый, туда-сюда. Ну и все, мои дорогие, все. Доброго утра вам. Люблю вас, буду скучать. До встречи. Увидимся сегодня еще и не раз.